Здравствуйте, дорогая церковь! Меня зовут Ирина, мне 27 лет. В господи, я 19 лет. Я очень люблю детей, и у меня долго не получалось забеременеть. И в 2013 году я забеременела, но во время родов все пошло не так, и меня экстренно прокисорили. И когда я отошла от наркоза, мне сообщили о том, что я потеряла ребенка. Это было очень тяжелое время в моей жизни. Мне не хотелось жить, я не знала, что делать дальше. Я переживала большую пустоту в сердце. И я просила Бога, чтобы Он помог мне. Когда я пришла к врачу, врач мне сказал, что девушка, первые три года вообще, можете даже не думать, вам лучше не беременеть, потому что шов он должен зажить, должно пройти какое-то время. Но наш Господь, Он великий Бог, и Он видит все по-другому. И ровно через год после моей операции я узнала, что я снова беременная. Я понимала, что в этот момент мне нужно слово. И в молитве я попросила Бога, дай мне слово, которое держало меня на протяжении всей моей беременности, чтобы эти девять месяцев не было никакого страха. И в 111-м псалме есть такое место, там, где написано, сильным на земле будет семя Твой и род Твой благословиться. И я сказала Богу, спасибо Тебе за это слово, я буду стоять на этом слове, я буду молиться. И через несколько дней я попала на молитвенную гору. Это то место, где две недели звучало слово, звучала молитва. И на одном из учений Наталья Завсеголова, она очень много говорила именно об этом месте, которое Бог мне дал в молитве. Я сидела и не понимала, я понимала, что это как подтверждение Божье, прямо мое сердце, как вот печать Божья, что я услышал Тебя, и я подтверждаю Тебе это. Вся беременность проходила очень хорошо. И когда пришел момент вторых родов, у меня не было никакого страха, не было никакого волнения. Я шла на роды со Словом Божьим, и я знала, что Бог, Он будет со мной, Он благословит руки врачей, и все будет хорошо. Мои роды прошли успешно. У меня родилась дочь Милана. Но уже через пару часов начались какие-то проблемы. Мой ребенок, когда я приложила его к груди, она не кушала, она не плакала. Врачи начали понимать, что что-то происходит не так. И уже вечером ее забрали от меня и увезли в реанимацию. В этот момент я говорила, Бог, Ты же дал мне Слово, я знаю, что она будет жить и возвещать Твою славу. Я знаю, что мой род, он будет благословен. И мы позвонили из Павлограда, из больницы, просили молиться здесь, на конференции «Семь дней славы». Я написала в соцсетях, все братья и сестры, они в этот момент молились за мою дочь. И когда мы звонили в Днепропетровск в реанимацию, говорили, что состояние очень тяжелое. И мы продолжали молиться, вся молитвенная команда, она вместе ходатайствовала и молилась. И ровно через три недели нас выписали домой. Это была очень большая радость для нас. Мы приехали домой, но проблемы, они еще были. Нам сказали, что у нее проблемы с сердцем. И поставили такой диагноз, у нее был открыт артериальный проток в сердце. И кровь из сердца попадала в легкие. Это очень сильно сказывалось на ней. Она начинала синеть, задыхаться, сильно плакала. Это были очень страшные моменты. Но в этот момент я знала, что Бог, Он силен исцелить ее. И когда мы принесли ее благословлять в церковь, после молитвы, после служения, мы поднялись к пастору. Андрей Георгиевич, он помолился за исцеление и сказал, Ира, ты не переживай, все будет хорошо. Господь, Он ее исцелит. Даже не сомневайся. И вот мы, когда вышли из кабинета, я знала, что с этого момента, когда пастор возложил руки, помазал елеем, я знала, что исцеление, оно не за горами, что скоро мы его увидим, и я буду свидетельствовать об этом. Так как у нас такой диагноз, мы стояли на учете в Днепропетровской больнице. И когда мы очередной раз приехали сдавать, проходить УЗИ, то УЗИ показало, что артериальный проток, он закрылся. В этот момент, когда мне об этом сообщили доктора, меня переполняла большая радость. И мне казалось, что я там сейчас подскочу со стула. Я очень радовалась, я подняла голову к небесам, сказала, Господь, я знаю, что Ты верный Бог. Я знала, что это произойдет, но я не думала, что это произойдет так быстро. Господь, Он творит чудеса. Дорогой брат и сестра, я хочу сказать тебе сегодня, что бы ты ни проходил в своей жизни, не важно, какая ситуация у тебя сегодня, знай, что Бог, Он все видит, и молитва, она творит великие чудеса в нашей жизни. И я хочу пригласить тебя на молитвенную гору, которая будет с понедельника. Приходи. Однажды я пришла туда разбитым человеком, мне не хотелось жить, я не знала, как жить дальше. У меня было очень много вопросов, у меня была очень большая депрессия, но на этой молитвенной горе я встретилась с Богом, я пережила Его присутствие, я получила Слово в своем сердце, и мое мышление, мое сердце, моя жизнь, оно начало меняться. И сегодня я счастливый человек, сегодня я счастливая мама, у меня прекрасная дочь, я благодарю Господа.